Подземные источники могут быть использованы для получения электроэнергии и тепла. Этот опыт успешно применяют многие страны, среди которых не только Исландия, но также США, Канада и Турция. А в ближайшие годы и в Казахстане может появиться первая геотермальная станция. Работы в этом направлении уже начались. Индира Тихжанова с подробностями. Геотермальная станция уникальна тем, что она может работать вне зависимости от солнечного цикла, ветра и других погодных изменений. Для резко-континентального климата нашей страны это очень важно, говорят энергетики. Коэффициент эффективности такой станции составляет 96%, что в 5 раз выше, чем у тех же солнечных панелей. При этом, по предварительным данным, ресурсов в стране достаточно, чтобы обеспечить горячей подземной водой как минимум четверть территории. В Казахстане есть институт, который называется Институт гидрологии и геоэкологии, который предоставил первоначальные данные о том, что в Казахстане очень большие территории, чуть ли не 40% имеет определенные запасы геотермальной горячей воды. Температура разная. На определенных глубинах у нас есть температура вод, которая составляет от 70 до 163 градусов Цельсия. И нам необходимо понять, в каких именно регионах, какие пилотные проекты, какие необходимые изменения провести в законодательстве с точки зрения разработки какой-то технической документации. Реализация первого такого проекта может стать прорывом в развитии альтернативной энергетики, считают эксперты. А пока в этом направлении ведутся исследования, не теряет актуальности реализуемая в стране программа энергосбережения. Энергосбережение – это тоже энергия. Ведь на самом деле, если мы будем… И она как бы в три раза дешевле, чем создание новой генерации. То есть вместо того, чтобы, например, вкладывать 100 миллионов долларов в создание какой-то энергетической платформы, проще вложить 20-30 миллионов в сохранение энергосбережающей программы, которые в Казахстане уже начаты, освещение уличное, подъездное освещение, промышленности для населения. В рамках концепции перехода Казахстана к зеленой экономике к 2030 году долю альтернативных источников энергии планируется увеличить до 10%, а к 2050 году довести до 50%. Предполагается, что это даст не только экологический эффект, но и повысит конкуренцию среди энергопроизводителей, а значит, будут снижаться и тарифы.